Добрый день! Как меня слышно? Отлично, супер! Спасибо, включила. Сегодня мы с вами поговорим об аглипрестоне, как о прекрасном препарате, в котором можно прерывать беременность. Самое главное – безопасно прерывать беременность у собак и у кошек. Сначала давайте все-таки поговорим о том, что из себя представляет этот препарат, чтобы у нас было понимание, как он работает. Антипрогестины – это группа препаратов, которые являются настоящими антагонистами прогестерона. Они более тропны к рецепторам прогестерона, чем натуральный прогестерон. Если говорить о том, где у нас есть такие рецепторы, они у нас есть в мозге, в гипофизе, они у нас есть в молочной железе и они у нас есть в матке. Вот как раз о маточных рецепторах и о воздействии на них антагонистов прогестерона, то есть о глипрестоне, мы сегодня и будем с вами разговаривать. На самом деле, давно уже известна эта группа препаратов. С 1988 года проводятся исследования. У человека довольно длительное время уже используется препарат для прерывания ранней беременности – мифопристон. Это, по сути, тот же антипрогестерон, и работает он, по сути, так же, как и аглипрестон, то есть ветеринарный аналог. Аглипрестон используется только в ветеринарии. В человеческой практике он не используется. Это синтетический стероид, который, как я уже говорила, по своей структуре очень похож на эндогенный прогестерон. Каким образом он у нас работает в организме? Он пристраивается к рецепторам, создает так называемую конкурентную связь. То есть, когда аглипрестон у нас связан с рецептором, этот рецептор уже никаким образом не может реагировать на фон эндогенного прогестерона, то есть прогестерона животных. И животное думает, что этот прогестерон очень низкий. То есть, организм животного уверен, что прогестерон упал. Да, Красноярского тоже привет. Но самое главное, что тоже нужно понимать, что в крови изменения прогестерона у нас не будет при лечении этим препаратом, потому что он только конкурентно связывает рецепторы в матке. То есть, общий фон, общий уровень прогестерона в крови у нас не изменяется. Просто этот прогестерон уже никаким образом не может влиять на матку. Эфтическая концентрация достигается после двух инъекций, как правило, с интервалом 24 часа. Если мы говорим о собаках, то дозировка 10 мг на килограмм, то есть 0,33 мл на килограмм. Если мы говорим о кошках, то эта доза всегда должна быть выше. У них чувствительность к этому препарату чуть-чуть снижена, поэтому доза больше. Дозировка для кошек 15 мг на килограмм. Или, если брать в миллилитрах, то это 0,5 мл на килограмм. Пик концентрации после двухкратных инъекций достигается через 2,5 дня. И эффект, то есть терапевтическая концентрация в крови сохраняется примерно до 6 дней. Выводится он у нас через почки. Давайте поговорим, собственно говоря, об использовании этих препаратов. Мы понимаем, что прогестерон – это гормон беременности. Прогестерон образуется, производится железой временной секреции, желтым телом, который образуется у всех беременных собак, впрочем, как и не у беременных, после того, как фолликул овулировал, на его месте образовалось желтое тело, и это желтое тело начинает продуцировать гормон прогестерон, который необходим для поддержания беременности. Прогестерон должен быть на высоком уровне, иначе эта беременность прекратится порядка 60 дней, и падает он только перед родами, примерно за 24 часа до момента наступления родов. Точно так же и у кошки уровень прогестерона должен быть высоким на протяжении всей беременности, и точно так же он падает примерно около даты родов. Какая роль прогестерона? Почему так принципиально, чтобы прогестерон был очень высоким во время беременности? Потому что он поддерживает беременность. Он не дает шейке матки открываться, поддерживает ее закрытый. Взбегает эндометрий с пролиферативной фазы в секреторную, увеличивает секрецию желез эндометрия, так называемое маточное молочко начинает вырабатываться под воздействием прогестерона. Увеличивается объем и вес матки. Так, например, если мы у собаки под воздействием прогестерона посмотрим УЗИ, вес матки может быть, и объем матки может быть увеличен больше, чем в полтора-два раза. Вызывает лаксио для того, чтобы щенки не отторглись, как инородные тела. И убирает сократительную функцию матки, то есть делает контракции миометрии невозможными. Соответственно, если мы используем ализин, то все эти эффекты у нас антагонизируются. То есть, если у нас прогестерон поддерживал шейку матки закрытой, то ализин, снимая это воздействие, делает возможным открытие шейки матки. Если прогестерон у нас не позволяет матке сокращаться, то ализин, соответственно, снимая воздействие прогестерона, позволяет миометрию сокращаться и так далее. Клинический пример, к сожалению, почему-то осталось закрытым. Юркширский терьер к нам обратился с вами на прием. К примеру, 1,2 года, Лола, очень маленького веса, ну, к примеру, полтора килограмма, которую оставили в одной комнате с ее братом и подозревают, что, возможно, что-то произошло. И у нас с вами, как у ветеринарных врачей, которому пришло на прием это животное, возникает вопрос, что с этим делать, что мы можем с этим сделать. На самом деле, первое, что мы можем сделать, это можем посмотреть, сделать цитологию влагалищного мазка, да, так же, как мы делаем на определение сроков вязки. Мы можем посмотреть. Возможно, эту собаку никто и не мог повязать, потому что она находится на такой стадии полового цикла, на которой очень сомнительно, что вязка могла произойти. Ну, в пример, она в начале или середине проэструса, да, в самом начале течки. Или наоборот, мы берем мазок и видим, что там 100% уже поздно, и мы видим мазок диэструса, там появляются уже клетки глубоких слоев базальные и нитрофилы. Мы понимаем, что шейка матки 100% закрыта, и даже если что-то произошло, то нет необходимости паниковать, скорее всего, беременности в этом случае не произойдет. Ну, или, например, как в случае на картинке, которую вы видите, да, мы видим, что здесь не просто картина эструса, то есть все клетки поверхностные, поверхностного эпителия. Ну, и мы видим, что сперматозоиды. Как правило, в течение суток после вязки, состоявшейся, мы в течение суток можем найти в мазке спермии, что говорит о том, что, конечно, вероятность наступления беременности у этой сети крайне высокая, и нужно принимать меры для того, чтобы этой беременности не произошло. Какие опции для прерывания беременности у нас есть? Ну, авариогистероктомия или авариоэктомия, понятно, вариант, который мы можем использовать у неплеменных собак, которые не представляют племенную ценность, или кошек, например. Это простой, на самом деле, выход, но он не всегда возможен по каким-то медикаментозным показаниям, по отсутствию владельца производить операцию или еще по каким-то причинам. Эстрогены. Мы с вами раньше, не так давно, широко использовали такой препарат, как, например, месолин, который являлся, собственно говоря, эстрогеном, эстрадиолом. Ну, а, к сожалению, этот препарат имел довольно частые осложнения в виде пиометра, как правило. Почему это происходило? Потому что, если мы кололи этот препарат, когда уже был высокий уровень гормона прогестерона, то есть не сразу после вязки на каком-то отдалении, или вязка происходила уже в конце течки, то мы своими руками моделировали этой собаке эстрогенную пиометру. Потому что всегда при высоком прогестероне очень опасно применять эстрогены, потому что очень опасные ситуации для эндометрия. Эстрогены увеличивают количество рецепторов к прогестерону в эндометрии, плюс у нас прогестерон высокий, и его негативные воздействия на матку потенцируются. Таким образом, опасно было всегда применять, и сейчас эти препараты сняты с производства, купить их невозможно, поэтому, собственно говоря, применение их не рекомендовано. Еще есть такая опция для прерывания беременности. Глюкокортикоиды. Можно абортировать только позднюю беременность. Много видим побочных эффектов, и, как правило, выглядит это нелицеприятно, потому что мы видим выделение, мы видим экспульсию плодов. Выглядит это все не очень гуманно. Ну и риск развития каких-то побочных эффектов тоже, конечно, присутствует. Антипролактины. Например, наш самый известный препарат, ветеринарный голостоп или лактостоп, или человеческий кабергалин. Может применяться только для позднего аборта, только после 30-го дня. Побочные эффекты мы наблюдаем абсолютно такие же. Каким образом работают антипролактины? Мы знаем, что пролактин необходим для поддержания активного функционирования желтого тела. Если мы убираем пролактин, соответственно, желтое тело быстрее рассасывается и падает, таким образом, несколько кривым путем прогестерон. Ну и простагландины, препараты, которые усиливают лютоализис, то есть рассасывание желтого тела, и вызывают очень сильное сокращение матки. Возможно, только во второй половине беременности. И побочные эффекты при применении этих препаратов, они довольно тяжелые. Это рвота, это тахикардия, брадикардия, может быть, непроизвольные мочеспускания, дефекация. То есть на самом деле не особо приятно применять их при беременности. Это на самом деле на схеме те препараты, которые мы можем применять на разных сроках. Но у нас сейчас есть прекрасный препарат Элизин, который мы можем применять с нулевого дня, то есть практически с момента вязки, и до 45-го дня беременности, то есть довольно поздно. В отличие от других препаратов, большинство из которых мы можем применять только на поздних оках и видеть те нелицеприятные побочные эффекты, которые мы будем наблюдать. Либо раньше мы применяли амисалин для раннего аборта. Посмотрим в инструкцию Ализина, то там не очень подробно написано, как его применять. Поэтому мы и делаем этот вебинар. Протоколы рекомендованы инструкцией. Две инъекции с интервалом 24 часа, 10 мг на килограмм, с нулевого по 45-й дни. Но на самом деле не хватает данных для уверенного применения этого препарата, на мой взгляд. Итак, если мы применяем антипрогистины, то есть препараты Лизин, то мы условно подразделяем прерывание на раннее прерывание беременности и позднее прерывание беременности. Если мы говорим о раннем прерывании беременности, это сразу же после Атхимиколием препарат и практически не видим никаких побочных эффектов. Как правило, если мы применяем этот препарат сразу после окончания течки, то у нас не происходит имплантации. Если мы применяем его чуть позже, то мы наблюдаем раннюю эмбриональную резорбцию. Как вы знаете, раннюю эмбриональную резорбцию у собак идет в большинстве случаев незаметно. Мы не видим никаких клинических проявлений даже того, что собака была беременная. Иногда мы можем наблюдать слизистые выделения, они очень незначительные. Может быть небольшое ухудшение аппетита. Это связано с падением прогестерона и с тем, что матка находится в некотором тонусе. Можем наблюдать вялость и можем наблюдать гипотермию, которая также связана с антагонизированием прогестерона. Очень высокая эффективность подобной схемы. Эффективность 99,06%. На самом деле, очень вам рекомендую, если у нас маленькое животное, собака или кошка или владельцы могут, совершенно не задумываясь, позволить себе использовать этот препарат финансово, то я вам крайне рекомендую прерывать беременность как можно раньше. Потому что побочные эффекты, при этом они минимальны. Это важно, очень принципиально важно остерегаться преждевременного начала лечения. Мы всегда должны с вами дождаться конца течки, окончания видимых выделений, то есть начала диеструса. И только после этого мы начинаем использовать схему ализина. Мы с вами должны животное точно взвесить. Дело в том, что недодозировка ализина может вызвать неполное абортирование или может не вызвать абортирование вообще. Поэтому очень принципиально рассчитывать дозировку точно на вес. Очень желательно менять места инъекций и не инъецировать больше 3 мл в одно место, потому что это тяжелый масляный раствор и его рассасывание при больших объемах из подкожной клетчатки будет затруднено. Поэтому не делаем больше 3 мл в одно место, делаем в разные места подкожно. После этого желательно помассировать, чтобы препарат максимально быстро рассосался. Если у нас обратилось с вами вот такое животное, да, бульмастив, 3 года челси, вязка 2 недели назад с дворнягой, вес у собаки довольно большой, и у нас возникает опять же вопрос, что нам делать с этим животным. Сейчас ализин, к сожалению, из того, что евро подорожал, стоит не так дешево, как он стоил до подорожания евро. Поэтому мы понимаем, что на такую собаку довольно дорого будет применять препарат просто так. Естественно, мы с вами должны сначала убедиться, что животное у нас действительно беременное. Ведь мы понимаем, что даже при контролируемой вязке, когда мы определяем прогестерон и вообще прикладываем все усилия, вероятность наступления беременности около 80%. То есть есть те 20%, когда собаки не беременеют по каким-то естественным причинам, независимым от нас. Здесь мы имеем возможную течку под час. Возможно, она была однократная, возможно, не было замка. То есть вероятность того, что беременность не наступила, она у нас есть. Поэтому у таких крупных животных, ну, если у людей, конечно, нету неограниченных финансовых возможностей, они могут, несмотря ни на что, потратить деньги на лизин. Я все-таки у крупных животных определять сначала беременность. Мы это должны делать максимально рано, на 21 день. И мы должны понимать, что, конечно, это несколько всегда худший вариант, чем раннее прерывание, потому что на раннем прерывании беременности у нас гораздо выше эффективность, и у нас практически нету никаких видимых клинических проявлений абортирования или резорбции. Когда мы прерываем беременность на более поздних сроках, мы под час видим побочные эффекты. Мы можем видеть выделения, коричневатые или слизистые, можем видеть изменения поведения. Иногда, если мы делаем это очень поздно, мы можем видеть лактацию. Если делать это после 40 дня, то теоретически может быть экспульсия плодов, то есть выходят плоды. Но эффективность этого метода на поздних сроках беременности также достаточно эффективна, больше 94%. И надо сказать честно, что при позднем прерывании беременности мы можем наблюдать неполное рассасывание плодов после двух инъекций. И поэтому под час таким животным требуется третья инъекция через неделю. После двухкратных инъекций с интервалом 24 часа мы обязательно должны проверить на УЗИ, как правило, мы делаем это через неделю, что у нас произошла резорпция рассасывания всех абсолютно эмбрионов. Выглядит резорпция вот таким образом, как вы видите на картинке. Это утолщение матки за счет ее стенки. Полость схлопывается там, где был щенок, и после этого происходит рассасывание. Или вот так это может выглядеть. Это самая-самая ранняя резорпция, когда мы еще наблюдаем небольшую полость, но, как правило, через одни-двое суток мы уже не видим никакой полости, просто видим утолщение матки за счет утолщения рогов матки за счет утолщения стенки и утолщения эндометрия. Вот таким образом, если мы будем отслеживать в динамике, происходит эмбриодальная резорпция. Как правило, она занимает всего несколько дней. Сначала мы видим некоторую полость, которая называется хорионическая, и у нормального щенка, который живой, она должна быть абсолютно анахогенная, то есть черная внутри, и мы должны визуализировать эмбрион. Если у нас беременность прекращается по каким-то причинам, например, из-за применения препарата Ализин, когда мы антагонизируем прогестерон, и матка не в состоянии с низким прогестероном поддерживать нормальную многоплодную беременность, у нас происходит замутнение хориональной полости, и постепенно она схлопывается, и эмбриончик рассасывается. Обязательно призываю вас к тому, что после двух инъекций действительно может так произойти, что не произойдет резорбция абсолютно всех эмбрионов, может остаться 1-2, которому достаточно того низкого уровня прогестерона, и нам нужно будет повторить еще одну инъекцию Ализина через неделю. Как правило, на практике это выглядит так. К нам обращается животное в 21 день, мы делаем УЗИ, обнаруживаем беременность, двухкратно применяем Ализин с интервалом 24 часа в дозе, рассчитанной по весу, и назначаем контрольный осмотр, контрольное УЗИ через неделю. Если мы на контрольном УЗИ все еще видим живых, нормально функционирующих эмбрионов, то мы повторяем еще однократно инъекцию. И, как правило, последующих инъекций уже не требуется, уже идет резорбция. Вот так вот выглядит неполная резорбция. Мы видим, что слева нормальный эмбрион с хорошей хорионической полостью, нормально развитый. Мы видим четко структуру плода, мы видим хорионическую полость, анахогенную, мы видим, что хорионическая полость ровная, стеночки ее ровные. И рядом с ней уже резорбция. То есть в таком случае, если мы видим такую картину, через неделю после первых инъекций АЛИЗИ, мы должны его обязательно повторить. Если у нас неполная, извините за ошибку, конечно, не резолюция, а резорбция, это у меня компьютер не знает таких слов, и он вот такой чушь подставляет. Мы обязательно повторяем инъекцию АЛИЗИНа однократно в той же дозировке 0,33 мл на килограмм, если мы говорим о собаках, и 0,5 мл на килограмм, если мы говорим о кошках. И обязательно назначаем еще раз УЗИ, контроль через неделю. Главное, что мы еще должны запомнить, что мы не должны применять АЛИЗИНа и пытаться абортировать любыми способами, кроме удаления матки, никакую беременность после 45 дня, потому что при применении любых препаратов мы имеем очень высокий риск задержки плодов в матке, мумификации, мацерации и каких-то воспалительных процессов. Поэтому никогда не пытаемся прервать позднюю беременность старше 45 дня. На следующую течку. Следующая течь, как правило, смещается на более ранний срок. Как правило, сокращение анеструса на 1-2 месяца мы часто наблюдаем за счет того, что мы снимаем воздействие прогестерона и сокращаем летальную фазу. Несколько слов мне еще хотелось бы сказать по кошкам. У кошек точно так же две инъекции с интервалом 24 часа в дозировке 15 мг на килограмм. Это полмиллилитра на килограмм ализина. Высокая эффективность 95%. Но, тем не менее, при позднем прерывании после 30 дня у кошек, как правило, одного ализина бывает недостаточно и приходится подключать простагландины. Почему так происходит у кошек? Дело в том, что у собак прогестерон вырабатывается только желтым телом. А вот у кошек еще и плацента вырабатывает некий фон прогестерона. Поэтому здесь, может быть, при хорошо развитых плацентах на поздних сроках, после 30 дня, уже проблемы. Тем, что одного ализина может быть недостаточно для прекращения беременности у кошек. И поэтому при позднем абортировании мы должны обязательно помнить о том, что, возможно, придется применять простагландин, например, клопростенол или всем вам известный препарат эстрофан. И такой небольшой алгоритм все-таки, как мы действуем на практике. Если к нам обратились в течку, то мы делаем первое, что мы делаем, это мы делаем мазок. Для начала лечения мы все должны дожидаться окончания течки. Очень принципиально рассчитывать дозу по весу, потому что недодозировка может привести к частичному аборту или не привести вообще никакому абортированию. Доза для СУК 0,33 мл на килограмм или в пересчете на действующее вещество 10 мг на килограмм. Доза для кошек 0,5 мл на килограмм или в пересчете на действующее вещество 15 мг на килограмм. Никогда не делаем больше 3 мл в одно место. После инъекции массируем место для того, чтобы препарат лучше у нас рассосался. Обязательно, если мы делаем абортирование после 21 дня, то есть поздний аборт, мы обязательно должны через неделю проконтролировать, что абортирование произошло полностью и нет необходимости повторной инъекции. И в случае неполного эффекта мы можем повторять инъекции раз в неделю до 45 дня. И возможно подключение простагландинов, например, клопростенол в дозе 1 мкг на килограмм один раз в день. На самом деле это все, что я вам хотела рассказать по этому препарату. Наверное, у вас много вопросов, как много вопросов было у нас, когда мы его начали применять. Но я вас уверяю, что из всех возможностей и всех препаратов, которые мы можем теоретически применять для абортирования, для медикаментозного аборта, это наиболее безопасный препарат для животного и для сохранения его репродуктивных функций. Поэтому рекомендую вам использовать его. если есть финансовая возможность и если позволяет размер собаки, то я советую это делать максимально рано, то есть сразу после окончания эти яички, чтобы не было никаких побочных эффектов и владельцы не переживали о том, что там какие-то выделения или еще что-то. Если такой финансовой возможности нет, или мы подозреваем, что беременность могла не произойти, или у нас действительно очень крупное животное, на которое будет ализин очень дорого, я советую делать абортирование после вязки, когда мы точно, ой, извините, после УЗИ в 21 день, когда мы точно знаем, что беременность, ну, к сожалению, состоялась. Вопрос. Лечит ли пиометру ализином и по какой схеме? Да, лечит, лечит успешно, это не заявленная в инструкции опция, в российской инструкции, но, конечно, лечит, и лечит очень успешно. Схема там такая же, как и лечение любых препаратов, для лечения которых используется ализин, две инъекции подряд, и потом один раз в неделю до достижения результата или до падения прогестерона. То есть, вы понимаете, что ализин антагонист прогестерона, его имеет смысл применять только если прогестерона. Следующий вопрос. Какие побочные явления могут быть в следующую течку вязку? Никаких не может быть, за исключением того, что течка может быть раньше, чем они считали должна быть. То есть, например, если у нас собака текла раз в 6 месяцев, то она теперь может потеть через 4 или через 5 месяцев после лечения ализина. есть небольшой опыт применения препарата для прерывания беременности и при пинометре хорошие результаты. Да, мы, ну, я на самом деле согласна, у нас был, ну, то есть, у большинства животных после вот 2 инъекций с интервалом 24 часа происходит полная резорбция. но есть, у нас было в случае пару случаев в практике, когда потребовалось 3, даже 4 инъекции для полной резорбции и оба этих случаях были хаски. Не знаю, каким образом это связано. Может быть, породная какая-то такая чувствительность. В итоге они все равно абортировали, они вязались на следующую течку, никаких вопросов у них и проблем не было, но им потребовалось больше, чем 2 инъекции. Вопрос, можно ли вязать на следующую течку? Да, можно, никаких противопоказаний к этому абсолютно нет. Самое главное, не бойтесь каких-то выделений коричневатых или слизистых после. Ну, это не какой-то воспалительный процесс, это, ну, таким образом может идти поздняя резорбция, позднее рассасывание с видимой картиной абортирования, то есть, с выделениями. Абортирование мастит при ложной беременности. Нет, потому что при ложной беременности, если мы имеем в виду молокопродукцию, усыновление, там, щенков или игрушек, признаки, как будто у собаки роды, там другой механизм, там виноват во всем этом не прогестерон, а пролактин, поэтому надо лечить антипролактинами, то есть, кабергалином, это препараты достинекс человеческие или голостоп-луктостоп, то есть, ализин здесь вообще никаким образом ни при чем. А доза ализина для кошек с гиперплазией молочных желез такая же, как при раме? Да, абсолютно такая же, полмиллилитра на килограмм и точно такая же схема, то есть, мы делаем две инъекции с интервалом 24 часа и потом раз в неделю до полной регрессии вот этого заболевания. Причем, если, учтите, что если причиной гиперплазии молочных желез явили удачу препаратов, синтетических парагестогенов типа контрасекса или, не знаю, барьера, то иногда терапия требуется до 11 недель, потому что они очень долго выводятся. Так, используется ли антибиотикотерапия при абортировании ализином? И какая? Нет, не используется вообще никакая. Пожалуйста. Гиометра, сколько в среднем требуется инъекции? В среднем 3, потому что, как правило, они приходят уже во второй половине диэструса, и мы просто не успеваем сделать больше. Я вам говорила, что не имеет смысл колоть ализин при лечении пиометра, если прогестерон уже упал. Если первая и вторая инъекции до 45 дня, через неделю после 45-го нет полной резорбции, что делать? Надо подключать простагландины. да, вот еще вопрос, не увидела. После лечения в следующую течку возможно опять пиометра. Как применять ализин, чтобы ее предотвратить? После лечения пиометра очень принципиально, чтобы собака забеременела и выносила беременность в следующую течку. Если вдруг у нас какая-то пожилая собака, которую мы собственно и не планировали вязать, например, мы ее лечим консервативно от пиометра из-за того, что у нее какие-нибудь там очень высокие анестезиологические или хирургические риски. В таких случаях мы колем ализин на протяжении месяца, то есть по такой же схеме две инъекции с интервалом 24 часа и один раз в неделю месяц после овуляции. То есть мы должны отследить овуляцию и как только прогестерон повысился, мы должны начать схему с ализином. То есть мы должны полностью убрать воздействие прогестерона. Если мы собаку не вяжем до конца ее жизни или до момента удаления матки. Так, выше вопроса дали, сейчас я посмотрю. Так, сейчас давайте я... Можно ли вернуть слайд с дозами ПГ? Это я так понимаю просто голландинов, да? Пожалуйста. Мы очень любим клопростенол, ну то есть это самый легкодоступный сейчас препарат эстрофан и колем, если это собаки, то один миллиграмм, микрограмм, извините, один микрограмм на килограмм один раз в день или если кошки, то пять микрограмм на килограмм. Стоит ли бояться сильных сокращений матки при лечении пиометры ализином? Нет, вообще, ну их вообще вы не увидите этих сокращений, потому что единственное, что делает ализин, он антагонизирует прогестерон, то есть он антагонизирует то, что прогестерон снимает естественное сокращение матки, если у матки есть полость, то миометрии он сокращается, то есть эти сокращения, если можно так выразиться, они естественные, то есть сам по себе он не сокращает матку, он только снимает воздействие прогестерона, которое препятствует естественным сокращением миометрия все то есть там никаких сильных сокращений и вообще сокращение вы не увидите не просто галандина просто галандин и до сокращать для предотвращения пиометра лизин колем возможного регистр до после каждой течки мы должны колоть иначе будет рецидив или и ну если мы собаку вяжем то просто ее вяжем и все достаточно на самом деле один раз собаки родить и в принципе рецидив пиометра уже уменьшается она конечно может быть и после родов но не не в очень скором времени но если мы вообще не вяжем собаку то после каждой течки мы должны олезин колоть и вам спасибо что пришли послушать есть использователи зин плюс просто галандина для лечения пиометра да конечно есть но опять же а лизин мы только если мы уверены что у вас повышенным собаки прогестерон то есть что он не базальный если и метра в большинстве случаев пиометр случается после течки правильно то есть в фазу повышенного прогестерона у собак после каждой течки есть лютеальная фаза то есть фаза высокого прогестерона потому что после каждой овуляции на месте лопнувшего фолликула образуется желтое тело которое продуцирует прогестерон соответственно прогестерон у нас также к у беременной собаки, примерно 2 месяца после течки повышенной. Если пиометра случилась через месяц после течки, то мы можем не измерять прогестерон, просто колоть ализин, и он будет работать. Если это случилось через 2 месяца после течки, то, скорее всего, ализин вообще не имеет смысла использовать, возможно, там можно будет попробовать протокол просто простагландинов в монорежиме или каких-то других препаратах. Есть смысл всегда использовать сочетанную схему ализин плюс простагландин, потому что эта схема всегда эффективнее, чем ализин в монорежиме для лечения пиометра. Сочетанная схема всегда выше. Но мы должны помнить, что у простагландинов есть неприятный побочный эффект. Так, например, их надо с осторожностью колоть брахиуцефалом и у кошек, если мы лечим пиометру, надо обязательно проверять на кардиомиопатии. После овуляции с 9-11 дня течки колем 2 раза и столько раз с интервалом в неделю. Если мы говорим о профилактике пиометра на следующую течку, то мы колем примерно месяц. Ну, то есть 4 инъекции. Какие могут быть последствия, если не соблюсти схему 24 часа и сделать перерыв в 2-3 дня? Мы не достигнем терапевтической концентрации. То есть вот эта вот первая двухкратная инъекция, она необходима для того, чтобы достигла терапевтической концентрации в организме, а дальше мы ее просто поддерживаем. Поэтому очень принципиально с интервалом 24 часа делать. Без колопростанола на одном ализи никакой процент успеха. В различных случаях, в частности, зависит от того, какая там пиометра, от 60 до 80%. Если выбирать правильно пациентов, то при сочетанной, ну, то есть не брать тех, которых мы не можем вылечить, то применение сочетанной схемы приближается к 100% успех излечения пиометра. Да, спасибо, Полин. Это же вы, Павла, да, жена? Если да, то привет ему передавайте. Спасибо вам тоже. Павляйте, еще вопрос. А при планом кесареве что, применение ализина? Да. На самом деле мы его используем, но на самом деле используем его редко по этому показанию. Но это мы делаем редко только потому, что мы, как правило, у собак, которые лечат у нас в клинике, мы у них определяем овуляцию. Поэтому нам нет необходимости применять ализин, потому что мы их кесарим, когда мы 100% уверены в... Посмотрел нас на чат и потерялся. Значит, смотрите, нам нет необходимости применять ализин, если мы определяем овуляцию, потому что мы кесарим только тогда, когда полностью уверены в том, что у нас упал прогестерон. То есть вы знаете, да, что беременность у собак всегда, если считать от овуляции, она 62-63 дня. Поэтому мы их кесарим на 60-й или 61-й день и вообще не паримся и не меряем температуру, ничего не делаем. Не делаем анализ на прогестерон, просто кесарим, и все нормально, щенки доношены, мы в этом уверены на 100%. Если мы не определяли овуляцию, сейчас, извините, если мы не определяли овуляцию, то мы можем, ну, либо померить прогестерон, либо померить температуру, либо за 8 часов уколоть ализин и потом раскисарить. Тогда мы будем уверенными, опять же, что у нас нет с этим проблем. Значит, если у нас кошка, здесь все сложнее, потому что у кошек может прогестерон не упасть, ну, до родов. У них, кошка может рожать и на прогестероне 5. Никто не знает, почему так происходит, но, тем не менее, кошки, они какие-то отдельные удивительные существа. Кошек мы просто кесарим, если там ЧСС начинает падать, тогда мы их кесарим. Если она перенашивает, то кошек, ну, тоже лучше раскисарить, чем колоть ализин, чтобы там роду запустить или еще что-то. Как правило, у кошек даже на высоком прогестероне крайне редко бывает какая-то там дыхательная недостаточность. Парлин, так это вы, что ли, из Монина-то? Уже есть человек из Монина, вот он тоже Сидорчук, но он Павел. Нашего мужа, к сожалению, не знаю. Довольствием не приглашают меня в Пермь. А в Казани буду скоро. Сейчас вам скажу, да я там, правда, буду только для заводчиков читать 14-го, по-моему, марта. А в Екатеринбурге буду 11-го марта приходить. Ну, тоже для заводчиков буду читать. Я не знаю, это организует... Поэтому не знаю, где. В Нижний нет, ну, никто меня туда не зовет. Если у кошка после пиометра, как с ней поступать? Возможно ли пиометра в дальнейшем? У кошек крайне редко рецидивирует пиометра после... Если она не за беременеет, то, скорее всего, рецидива у нее не будет. Но теоретически, когда мы полностью уверены, что полости нет, матка тонкая, то мы их просто вяжем, ну, если они племенные, и, как правило, проблем у них там нет. Но у них крайне редко рецидивирует пиометра, в отличие от собак. Даже если не вязать. Организатор ВАЛТА и... Партиц. Но это, опять же, для заводчиков, не для врачей. Не знаю, почему. Продолжение следует... Да, и вам спасибо. Да, запись вебинара будет. Я, во всяком случае, не забыла в этот раз нажать на значочек запись, как в прошлый раз. Мне сказали, только не забудьте нажать на запись. Я, естественно, забыла. Вот раз мне напомнили, видите, я нажала. Будет, скорее всего, будет на YouTube и будет, наверное, на Ветпроме. С удовольствием бы. Не забывайте, я приеду. Это, наверное, надо будет организаторам, которые вам рассылку... Далее им задать вопрос, но, скорее всего, будет на Ветпроме и, скорее всего, будет на YouTube выложены. Я не знаю, будет весь вебинар на YouTube или только часть типа алгоритма, но что-то будет. А на Ветпроме будет полностью запись. Почему человеческие аналоги Ализина не используются? Вы имеете в виду Мефепрестон. Его действие не доказано у кошек, то есть его кошкам не рекомендовано применять вообще, потому что не было никаких исследований на кошках. И у собак он не применяется, потому что он очень короткого действия. И поэтому, ну, это, кажется, даже дороже, чем Аглипрестон. Вот, и можно его там давать несколько раз в день, поэтому не применяется. Когда не было Ализина, все применяли, что можно было, но не очень это удобно. Во всяком случае, для лечения пиометра 100% неудобно, для прерывания беременности, ну, тоже не особо. Теоретически-то все можно. На самом деле, при пиометрах мы посева не делаем. Это делается только в экспериментах, когда надо точно установить такой микроорганизм. В 70% случаев ишерихи коле. Поэтому используются антибиотики широкого спектра действия и без подтетровки на чувствительность. Потому что, как правило, там оппортунистами заселяется и все. То есть, попадение, ну, то есть, бактерии при пиометрии, они считаются не первичной причиной пиометры. Все-таки это гормонально зависимое заболевание, гормонально индуцированное. Поэтому первейшее – это не антибиотикотерапия, а гормональная терапия. То есть, алезин и клутноу. И даже есть сторонники, ну, такой теории, чтобы при лечении пиометра вообще не использовать антибиотики. Там много они причин приводят. Ну, во-первых, потому что это не первичная причина. А во-вторых, что если там и шерихи коле, то при разрушении шерихи коле очень часто выделяется эндотоксина, у собаки развивается эндотоксимия. И поэтому, ну, чтобы предотвратить вероятность того, что разовьется эндотоксимия, некоторые вообще не рекомендуют применять антибиотики. Мы всегда применяем, потому что мы всегда что-то боимся каких-то бактериальных воспалительных процессов, каких-то там восходящих. Вот. Мы всегда применяем просто широкого спектра действий. Но, по сути, можно даже и без них обойтись. На самом деле здесь вы правы, Наталья, потому что если она не племенная, то, собственно, в большинстве случаев мы и делаем авариагистер, и не заморачивайся, потому что, ну, во-первых, это недешево, это подчас дороже, чем операция, потому что лечение длительное, и потом требуется наблюдение, и во время лечения требуется наблюдение, и стационар подчас требуется. Поэтому, конечно, если это точно не племенное животное, оно в том состоянии, когда можно с минимальным оперативным риском и анастезологическим риском его прооперировать, то, конечно, мы тоже всегда, ну, рекомендуем это. Если это животное племенное, у которого матка – основная ценность, или если это какое-то очень пожилое животное, или животное уже пришло в очень сильное состояние, то мы все равно применяем сначала медикаментозное лечение у таких вот в тяжелом состоянии животных, а потом только оперируем. Так, при какой толщине стенки матки нет смысла применения лизина? Лизин всегда имеет смысл применять, если это пиометра, а не гидра или мукометра, или если это не послеродовой лизинометрит, мы не ориентируемся на толщину стенки, мы ориентируемся на то, повышен прогестерон или нет, ну, и племено – это животное или нет. Толщина стенки не особо имеет значения. На практике часто диагностируете эндотоксимию. Видели пару раз, но очень, поэтому не часто. Возможно ли приобрести суприларин имплант у нас в стране, либо только под заказ? Ну, вот Вербак, его уже зарегистрировал, обещают… А, вот пишет, да, представитель Вербака, что суприларин будет в Москве в марте, в Эдпроме. В слогическом мазке излагались часто палочки, это ишерихия, это норма, если без нейтрофилов. Слушай, ну, на самом деле, ну, надо понимать, что влагалище, оно нестерильное, и мы там будем находить различные микроорганизмы. Если без нейтрофилов нет воспалительного процесса, не стоит на это обращать внимание. Если, допустим, у нас мы находим очень большое количество микроорганизмов эструс в начале течки, когда их, в принципе, вроде бы как не должно быть, ну, то есть они должны быть, но не должно быть очень-очень много, то можно антибиотикотерапию назначать, чтобы чуть улучшить фон мазка. Может пиометр сочетаться с беременностью? Ну, нет, если есть пиометр, то беременности уже нет. Ну, и скоро не будет. Может быть пиометр после неудачной резорбции, ну, это не после применения лизина, а просто, если у собаки по какой-то причине пошла резорбция, но сейчас такая собака лечится, у нее рассосались щенки, но осталась полость. Полость обсеменяется в микроорганизм, матка плохо сокращается, образуется пиометра, вот, и, ну, ее лечат точно так же, как обычно пиометру. Я думаю, что с живыми щенками точно нет. Этот самый суприларин мы тоже очень ждем, уже год как ждем, но вот надеемся, что он прямо в ближайшее время уже будет. Нет, влагалищными зеркалами вообще не пользуемся, смысла особого нет, потому что длина влагалища у собаки очень большая, например, у собаки там с весом тела, например, 25 килограмм, длина влагалища 20-25 сантиметров, поэтому смысла особого в зеркалах нет, если мы подозреваем какие-то патологические находки в преддверии влагалища, ну, это пальцевым исследованием, ну, проще сделать, а так мы используем вагиноскопию. Живых на УЗИ в марте. Ализин и в какой дозе? Нет, если она уже у вас в родах, в роды вошла, значит, уже что-то делать бесполезно, и, ну, если у нее хорошая родовая деятельность, то ждать, что он родит, либо кисаритис. Ну, ализин здесь вообще никак не поможет нам вообще совсем. Если у кошки начались роды, скорее всего, у нее прогестерон уже, ну, упал низкий, нам нечего антагонизировать. Я, честно говоря, раскисорила. Мы всегда, когда определяем, ну, насколько, ну, что нам делать, стимулировать или хирургически рода разрешать, мы всегда оцениваем ЧСС плодов. То есть, если у них ЧСС, там, ну, высокая, 180 и выше паров в минуту, то мы можем там что-то постимулировать. А если оно ниже 180 котят, ну, котят, там, 160-180, мы, как правило, кисарим. И если меньше 160, мы вообще сразу идем на кисарево, потому что котята очень плохо переносят внутриутробную гипоксию. И они там с ЧСС ниже 140 уже очень плохо откачиваются. Поэтому с кошками так не смогли роду разрешить. Значит, если ЧСС падает, надо идти на кисарево. Применяете ли вы при лечении открытой формы пиометра внутриматочное ведение пролонгированных антибиотиков типа мертрекурии? Проводите ли промывание матки? Нет, никогда не проводим, потому что необходимости в этом нет. Мы санируем полость сокращением матки, то есть мы уменьшаем полость, мы уменьшаем количество микроорганизмов. В матку вообще лучше ничего не вводить. Эндометрия, он гиперреактивен у собак в летальную фазу, при фазе высокого уровня прогестерона. Поэтому любое применение любых препаратов может ухудшить ситуацию, потому что будет у вас медицин, гиперреактивная пролиферация. Нет, в матку вообще лучше ничего не вводить. Вам спасибо, что пришли, записались, послушали. Надеюсь, что было интересно. Вообще, прям могу без зазрения совести сказать, что я фанат этого препарата. И вообще, когда его не было, мы им все равно пользовались. Мы его возили сами в чемоданах. И когда он появился, для нас это было просто как мана небесная, потому что без этого препарата практически в репродукции сук и кошек. Очень мало что можно сделать, поэтому прям в фанатике этого препарата. И мы очень рады, что вообще его зарегистрировали. Запись будет. Она уже, ну как мы записали, будет, скорее всего, на ВИДПРОМе и в ЮТЮБе. То есть, надо будет вам написать, Татьян, ВИДПРОМ, ну вот, кто вам рассылку делал, и спросите ссылочку на вот эту запись. Да, вам спасибо из УФы, здорово. Ничего, пишите, там вот я на первом слайде давала мой имейл, если у вас какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь. Так, ну что, наверное, если больше нет вопросов, то я отключаюсь. Если есть вопросы, пишите, звоните. Спасибо большое за что-то прийти.